здесь такой вот райончик дизайн музей сейчас построен его кстати строил мой брат здесь работал в 2015 году мы с мамой ходили туда в 2016 году по моему это было в ноябре посмотрели что там находится там различные выставки они в основном все платные но есть одна бесплатная экспозиция куда можно зайти и посмотреть предметы быта наверное это так можно описать в дизайнерском оформлении как нынче оформляется метрополитен лондонский как выглядят поезда будущего лондонского метро всякие различные телевизоры автоматы даже были баночки часики компьютеры телефоны например там есть экспозиция такая как выглядел телефон допустим в 60-е годы потом 70 80 90 и как выглядит он сейчас ну вот этот вот кнопочный допустим nokia и потом как выглядит сейчас смартфон то есть там в принципе дизайн предметов тех которыми мы пользуемся сейчас или которыми пользовались 10 20 лет назад и это так интересно смотреть многие вещи уже не существуют в нашем быту но они уже как бы являются предметами музея и в принципе достаточно интересный музей даже просто походить по вот этой вот бесплатной экспозиции посмотреть кстати там по моему стояла 3d машина и показывалась как производится на 3d принтере как какой-то предмет очень интересно к сожалению я ничего не снимала на видео и даже фотографии очень мало сделала но тогда мы просто зашли ненадолго что мне понравилось это великолепный архитектурный дизайн всего музея изнутри там огромные такие большие лестницы по моему всего три этажа музея может быть еще есть подвальное помещение там по моему раздевалка находится на этих трех этажах люди могут посидеть походить там еще и галерея какая-то картинная и какие-то слова написаны современные типа инновации производители сделай дизайн в общем очень интересно походить просто по самому музею изнутри потому что конструкция интересная огромный такой холл вокруг которого находятся вот эти вот помещения где происходят выставки следующий раз когда буду в лондоне обязательно туда зайду и уже поподробнее расскажу и покажу в видео вот от этого здания вот здесь вот вход в голландский парк потом может быть на обратном пути я зайду и покажу холланд парк очень красивый пока я жду светофора своего расскажу сюда я очень часто ходила с собаками когда у них сгорел дом и они жили тоже если будет возможность на обратном пути загляну и покажу в каких апартаментах они жили снимали ой зеленый я пошла кроме того вот в этой области это называется филимур гаданс здесь жила одна русская моя семья где по воскресенье подрабатывал ну буквально там три или четыре месяца я в них работал потом они уехали в америку у них тоже была собачка я тоже с ней ходила в голландский парк так что здесь вейтроуз очень дорогой магазин продуктовый это наверное считается один из наверное самый дорогой из английских магазинов продуктов есть еще whole foods тоже покажу буду проходить но это американский он еще дороже ну или на уровне своей троуз идут здесь вот находится на той стороне дороги пост офис главный хай стрит кенсингтон я туда всегда носила посылки а сейчас вот я уже показывала оказывается есть на улицах боксы такие в которые можно кидать свои посылки наклеивать марки отправлять вот так магазин концтоваров дома здесь вот такие красивые здесь мне всегда приятно и комфортно и уютно ходить